И здравия соратники, сегодня я хочу рассказать вам, что земля все-таки вертится и круглая. Достали тролли, еще не знаю, полтора года назад обещал сделать ролик, все не доходило, руки не доходили до этого ролика, который бы объяснил, что жертвы ЕГЭ просто должны знать свое место. Жертвами ЕГЭ я в данном случае называю плоскоземельщиков. Сели чуть поудобнее, постараюсь сделать ролик кратким. Тролли иногда пишут что-то в комментариях, что, мол, бред, все это, земля плоская, не было, соответственно, никакого вторжения и так далее и тому подобное. Рука-лицо. Ну, понятно, что уже больше полтора десятка человек вспомнили себя в Рое и несколько десятков человек вспомнили прошлые жизни и в том числе свою гибель при вторжении и так далее. Это все иногда всплывает на сеансах у Моны, хотя она старается такие сеансы не публиковать, потому что, ну, дешевая популярность и хайп не нужна. Даже названия очень-очень простецкие, чтобы не привлекать внимания. Ну, это другой вопрос, не об этом. Я даже не беру оплавленные колонны и утерянные технологии и так далее. Это не касается формы Земли. Тролли замучили всякими вопросами про, а как же вот фейк про, допустим, Луну? Как фейк про какую-то мифическую стену и так далее? Ну, давай сейчас разберем поподробнее немножко все эти вбросы. Первое и основное, что плоскосемельщики, скажем так, ставят себе в сослугу, как довод того, что это первое отсутствие гравитации, они говорят. Ну, я не с кем предложил приехать ко мне, встать под окно, я сброшу цветок в горшке. Нет, цветок ни при чем, просто горшок. И если они говорят, что нет гравитации, то, соответственно, им на голову ничего не упадет. Ну, что-то ни один не приехал, не вызвался. Странно. Они путают силу притяжения гравитации с тем, что мы ничего не знаем. Опять подмена понятий. Мы ничего не знаем о природе нашего мира. Мало что знаем, скажем так. И истинной природе тех сил, которые взаимодействуют с нами, включая вот эту вот силу притяжения. Почему-то никто не хочет из плоскоземельщиков рассмотреть теорию электромагнетизма. У нас электромагнитная вселенная, соответственно, возможно притяжение магнитное и электромагнитное, электростатическое. Потому что если шарик, допустим, потереть об волосы, и потом попкорн, либо пыли, либо все что угодно, куски шерсти, они прилипнут к шарику. К обычному резиновому шарику. К кабанетовой трубочке, неважно. Возможно, действуют те же самые силы. Да, мы ничего не знаем о природе гравитации, но гравитация есть. Если быть земля плоской, этого бы не было. Так что первое разобрали. Второе. Якобы у нас нет изгиба и все съемки фальсифицированы. Ну, возможно и так. Например, вот эти. Да, существует много-много съемок, которые говорят, что якобы-якобы земля плоская. Ну, во-первых, есть и такие съемки. Но допустим, все это сфальсифицировано. Фальсифицировано. Допустим, как они говорят, не было высадки на Луну. Ну, ее, возможно, реально не было. Потому что технология того времени, 60-х и 70-х, не позволяла высадиться на Луну. Возможно. О чем это говорит? Говорит это о том, что земля плоская? Нет, это просто говорит о том, что люди не высаживались пока на Луну. Что полностью вписывается в концепцию того, что мы захвачены. Возможно, заговор. Да, все логотипы всех космических агентств похожи. Наш Роскосмос – это копия логотипа НАСА и так далее. Есть много съемок фальшивых и так далее. Говорит это о том, что земля плоская? Нет, это говорит о том, что нам парят мозги. Как и во многом. Нам парят не только в области космоса, но и в фармакологии, и в науке, и в истории, и во всем. То есть, ложь тотальная. С чего брать, что она в области космоса, что-то будет иначе. Просто насчет формы земли, именно это тоже очередная ложь Роя. Насчет плоской земли. Вброс направлен на то, чтобы лишить нас какой-либо ориентации. Если мы даже в этом не уверены, то в чем мы можем быть уверены? Мне кажется, что вот эта теория плоской земли вброшена специально нашим врагом, масонами, для того, чтобы лишить ориентиров относительно думающую и что-то изучающую часть населения. Не только абсолютные жертвы ЕГЭ, потому что среди плоскоземельщиков есть и масоны, потому что создается опять борьба левой руки с правой, вот так специально, чтобы мы теряли силы в ненужных конфликтах, в ненужных спорах и так далее, разделяя и властвую. Это специально поддерживается, оба лагеря поддерживаются одними и теми же силами. Мне кажется, нужно поставить точку. Все-таки она вертится по разным причинам. Да, плоскоземельщики приводят карты какие-то. Это, не знаю, сейчас можно все прямо набрать. Карта плоской земли. И берем картинки. И тут самые разные. Но, блин, это проекция. Вот с чего кто-то взял, что вот все вот так. Кто взял, что вот какие-то стены. Ну, откуда это? Откуда вот эта влажная фантазия? Вот это, это всего лишь проекция с северного полюса. Якобы какие-то пилоты имеют карты. Да, блин, что они по Беломуру каналу что-то? По пачке Беломуру летят, я не знаю. Они не по картам летят, они по другим ориентирам, по радиомаякам и так далее. Летают. Это тоже все очень-очень непонятно и очень-очень спорно. Якобы самолеты не могут полететь с Австралии в Южную Америку. Ну, вот чушь полная, потому что... Вот она, проекция истинная. И сравнить вот так вот полет и так. И действительно, кто мешает сесть на кораблик кому-то? Яхты дешевенькие. И вот уже с 90-х эта тема активно муссируется. Хотя теория еще раньше. Там есть теория полой земли. Вообще бред не будем рассматривать, что мы на внутренней поверхности живем. Никто пока не доказал это. Хотя даже Алис Джонс предлагал 5 миллионов долларов за доказательства плоской земли. Ведь всего-то нужно было сесть на кораблик и полететь от одного места с Австралии, допустим, или там с Африки в Южную Америку. Либо с Австралии в Южную Америку. Никто этого пока не сделан. Не полетел и не приплыл. Хорошо. Карта плоской земли 892 года. Все карты, как я уже говорил, и все документы 19 века фальсифицируют нашу историю. Очень грамотно, очень умно, потому что это все просчитывали все процессы квантовой компы. И супер разум, который нас когда-то поработил, который сейчас угасает. Масонский, Роевой разум. Я не могу верить всяким картам из 19 века. Они все из 19 века. Как бы их ни пиарили, что они старше, потому что они все выполнены по одной технологии, афсетная печать. Они не вручную. Они все напечатаны. И они все имеют, скажем так, не имеют потрепанный вид. Они все напечатаны по технологии принтера, то есть нигде нет больше краски, меньше и так далее. Это все высокотехнологичные изделия, которые сделаны в 19 веке, как и все религиозные книги и так далее, искусственно состарены в 19 веке. Кроме наших допотопных, допустим, технологий, картин, так называемой Боттичелли, фрески, либо Микеланджело, так называемые и так далее, там уже люди замеряли. Там несколько микрон краска. Причем качество краски недостижимо вручную, если тереть. Ну, я уже говорил о технологиях, что не могли мужики в лаптях Александровскую колонну поставить. И не могли вручную краской, кисточкой и вручную сделанной краской нанести. Краска 200 лет бы не продержалась, как на многих фресках. Ни на одной фреске нет именно Христа распятого. На технологии нет ни одной статуи Христа именно распятого. Да, есть разные голые бабы, мужики и все прочее. Но это обычные допотопные жители, люди, которые себя рисовали в своей жизни, в своей ситуации. Так вот, толщина, как на лазерном принтере современном, толщина фресок наших допотопных, это невозможно делать технологиями 19 века. И тем более, там, не знаю, 13 века, как говорят, что какая-то сикстинская капелла, там, 13 века. Это хрень полный. Не 15-й, это не 17-й. Никакое средневековье, где холера бесчинствовала, неграмотные крестьяне бегали и так далее. Поэтому карты не доказательства плоской земли из 19 века. Карта, проекция, она может быть и с южного полюса, она может быть с северного полюса. Это тоже не доказательства плоской земли. И она не говорит о форме земли. То есть, не надо приводить это как доказательства им. Про гравитацию я уже сказал. Самолеты летают через крупные хабы. Говорят, доказательства того, что нельзя прилететь, допустим. Доказательства того, что земля шарообразная, это огромное отчисление от авиакомпаний в России. Очень многие китайские и японские авиакомпании, полеты из Лондона в Японию проходят через Сибирь, через чуть ли не Северный полюс. Вот так. Потому что все-таки она круглая. Не напрямую. Иначе, если бы это было как-то напрямую, то они бы летели все-таки из Японии через Китай, Казахстан, Турцию и так далее. Вот так. Вот проекцию взять, вот так напрямую. Нет, они все летят через Сибирь. Из Сеула в Мюнхен. Кто хочет флайт-радар в помощь, смотрим. Следующая причина, почему земля все-таки круглая, это никак не объяснить похолодание вот тут вот льды в Арктике и в Антарктике. Пока я не нашел ни одного доказательства этой самой какой-то стены в Южном полюсе. Абсолютно. Есть астрономия в помощь. Как солнце восходит, как заходит. То же самое. Есть круизы в Австралию. Есть круизы в Южную Америку. Есть круизы в Антарктиду. Есть куча фотографий. Кто хочет, может погуглить. Никакой стены там нет. Есть видео с пингвинами и так далее и тому подобное. Это не доказательство. Кто хочет, может посмотреть, как Безос полетал наверху. Там тоже видна кривизна земли. Чуть-чуть. Очень мало. Почему? Ну, потому что просто нужно смотреть на радиус, точнее диаметр. Существуют различные ролики умников. Сейчас попробую найти. Вот такие вот умники. Говорят, закат солнца расставился точки над «и». Как доводы. Из другого ракурса можно увидеть продолжение горных вершин. Где у горных вершин продолжение? Не знаю. Ну, вот с такой музыкой он тут что-то пишет в качестве доказательства. Это бред. Я плавно перехожу к еще одному доводу плоскоземельщиков, что солнце как-то не так садится. Ну, во-первых, тут видно ореол. Это говорит о том, что все-таки воздух имеет форму линзы. И этот ореол появляется вечером. Сейчас об этом поподробнее расскажу. Так вот, на плоской земле любой источник света был бы... Я сейчас не углубляюсь в астрономию, хотя тоже там много о чем можно поговорить. Почему астрономия-то и логика, и психология отменены. Буквально уже Хрущевым. Хотя товарищ Сталин ввел это в программу обучения и даже ввел раздельное обучение мальчиков и девочек. Кто хочет, может погуглить. Так вот, чтобы такие... Это все сделано специально, чтобы такие жертвы ЕГЭ появились, которые верят абсолютно чему угодно, не проверяя самостоятельно. Идем дальше. Солнце было бы видно на плоском источнике всегда, если верить вот этим догматам плоскоземельщиков. То есть оно бы удалялось, удалялось, удалялось. Бесконечно его можно было бы в телескоп просто увидеть всегда. Но каким-то образом оно появляется в другой стране через несколько часов. Буквально ночью, утром оно там уже. Уходит туда. Каким образом? Получается, все-таки как-то оно вращается. Вокруг плоского диска вращается. Значит, все-таки вращается. Значит, все-таки что-то круглое и что-то вращается. Значит, все-таки космос есть. Потому что плоскоземельщики достали со своим идиотизмом. Они не могут объяснить притяжение. Якобы вот так вот земля с постоянным ускорением летит. Они не могут объяснить, соответственно, гравитацию и вот эта вот вещь, закат. Получается, у нас два солнца, что ли? Да ё-моё. У меня просто нет слов. Они не могут объяснить много чего. Но мы идем дальше. Закат солнца с высоты 750 метров опровергает шарообразную модель Земли. Ну, мне жаль этого человека. Мне жаль этого не самого умного человека, который приводит какие-то непонятные доказательства. запуская дрон на высоту примерно 1 километр. Чтобы увидеть что-то круглое, нужно удалиться хотя бы на один радиус. Не на 1 километр. Округлим. Радиус все-таки 12 километров. Так, удалим это. И мы сейчас перейдем к самому интересному. Где есть много разоблачений плоскоземельщиков, но самое интересное немножко другое. Самое интересное, ну, понятно, еще есть магнитный полюс, который не объясняют плоскоземельщики, ну их нафиг. Понятно, что есть воронки, которые, вот если пробку вытащить, воронка образовывается в воде в одну сторону в южном полушарии и в другую в северном. Они тоже это не объясняют. Это можно объяснить только магнитными полюсами различными. Как может быть полюс разнесен вдоль непонятной мифической стены, я не знаю, но это просто бред. Про астономию тоже пока молчу. Но самое интересное, все-таки их довод, самый главный, что можно увидеть некоторые объекты за горизонтом. Но это тоже полный бред. Абсолютно. Потому что вот это вот явление, как увидеть Землю за горизонтом, легко объединяется формой линзы. Например, вот человек сделал, провел простой опыт, простейший, который объясняет все. И закат, и почему там какие-то замеры делают где-то на экваторе и на, допустим, в Москве, и говорят, что Солнце там, не знаю, в 12 тысячах километрах по их замерам от Земли. Эти не очень умные люди делают замеры, не учитывая простого факта. А факт заключается в следующем. Линза. Любая среда, даже вакуум, немножко, в меньшей степени, а в основном... Ну, во-первых, чтобы увидеть кривизну, нужно, опять же, отдалиться хотя бы на один радиус, либо диаметр, лучше на один диаметр, то есть на 13 тысяч километров, чтобы заметить, чтобы увидеть, что мы на шарике. А иначе это как вот на футбольном мяче, микроб какой-то подпрыгивает на высоту своего роста условно, говорит, о, он вокруг все плоское. Да, для микробика все плоское. Шарик, он большой. Но мы не об этом. Если им ничего не говорит вот это вот, если они не учитывают вот это явление, то, что лучи вот так идут, как линза, вот. Ну, может ли быть иначе? Вот. Линза. Вот. Ну, что им еще, как это объяснить? Солнце из-за туч. И оно вот так вот идут лучи, вот так. Соответственно, так же люди с разных мест смотрят и думают, что вот солнце близко. Вот и откровенно видно все. Вот оно, эффект линзы. Соответственно, кто не учитывает этот эффект, вот. Вот если верить вот этому, солнышко вообще там, не знаю, в двух километрах над землей. Почему? Потому что на границе сред, где, соответственно, есть влажность, облачка, много водички, образуется линза. И если не самые умные люди не знают, что воздух это линза, давай проведем ликбез. Простой ликбез. Простой ликбез, который будет заключаться вот в этом. Подникнуть вниз и перемешаться. А теперь сам эксперимент. Возьмем лак. Рекомендую. Человек провел простой эксперимент. Сделал линзу. Добавил водички в соль. Или соль в водичку. Неважно. И сделал. Одну жидкость. В воду без соли добавил. Пока она не смешалась, он провел этот эксперимент. И очень соленую водичку. И все. Все просто. Это именно то же самое, что происходит на Земле. Когда мы видим закат. Пыль, вода. Это все в нижних слоях атмосферы. Верхние более чистые. Поэтому эффект линзы. Вот то же самое, что происходит, что сейчас. Вот почему можно видеть очень далеко объект. Лазер. И под углом посветим на границу раздела соленой и чистой воды. Мы видим очень интересный и удивительный результат. Лазер. Цвет может изгибаться. Цвет не идет прямо. Для некоторых, кто прогуливал физику в школе, это будет удивительным открытием. Ну просто удивительным. А надо было буквально не курить, а изучать его. Лазер отклоняется от прямой траектории и изгибается так сильно, что из аквариума выходит уже под совсем другим углом. Мне показалось... Занимательная физика. Для любителей... Валера Крымский тоже смотрит на фотографии. сможет на какие-то оптические эффекты говорить, что все у него циферки. Я циферка. Я ему предлагал приехать, чтобы я ему объяснил, что это не так. Ну вот. Такие недоразвитые в ментальном плане люди тоже имеют свою аудиторию. И Валера Крымский, шизик определенный, и там Альфа Ментал тоже шизик. Они все имеют свою аудиторию. Подобные притягивают подобные. Я рад, что такие люди есть. И... Сейчас идет определенная чистка. Пусть они идут, куда шли, ведут за собой людей. Это их дело. Я не хочу всех баранов вытаскивать откуда-то туда. Направлять туда, куда и люди идут. Люди идут сами. Бараны пусть идут за такими недолидерами. Ну, не будем об этом. Смотрим оптические эффекты. Простейшие оптические эффекты, незнание которых может, скажем так, сделать человеков жертвами всяких крымских и Альфа Менталов. Оказалось, что эффект получился незаметным. Поэтому я решил увеличить концентрацию соли, чтобы разность плотностей была более существенной. В этот раз прислотно ему так происходит. И прежде чем мы ответим... Вот. Простейший эффект на расстоянии 50 сантиметров. Что же говорить о намного больших расстояниях и иных плоскостях и ином цветовом решении, скажем так. Здесь зеленый цвет, а если брать белый цвет? Вот элементарный опыт. Простейший, но все видно. Посмотрим. Это того стоит. На этот вопрос. Давайте посмотрим на второй эксперимент. Этот опыт мне писал мой учитель по электродинамике и оптике. И это один из моих самых любимых экспериментов. Вот человек ходил в школу. И не только в школу. Рекомендую этот канал. Там есть, как еще, несколько интересных каналов, которые нужно посмотреть, поизучать, чтобы хоть иметь некоторые представления о природе нашего мира. Давайте возьмем аквариума из предыдущего эксперимента. И теперь уже доверху заполним его чистой водой. После этого нужно добавить в воду немножко молока или сливок. А за аквариумом поставить светлый экран. Теперь нужно найти мощный фонарь, дающий чистый белый свет. Выключаем люстру и светим на аквариум. Мы видим, что он начинает светиться красивым голубым светом. Но светили-то мы белым светом. Это к вопросу о изменении цвета. Вот как плоскоземельщики объяснят, что вот когда солнышко там, оно белое, а когда солнышко там, оно красное. Да никак. Потому что они дебилы. Но как так? Фонарь-то был белый, а свечение почему-то синее. А если посмотреть... Свечение желтое, А сама мы видим у нас и водичка, и солнышко синий. В смысле воздух. А солнышко кажется желтеньким. А фонарик белый. На самом деле свет белый. Там очень высокая температура. И вот объясняет, почему небо голубое. Почему солнышко желтым кажется. Вот он ответ. В школе все ответы. Почему травка зеленая. Да. Я опустился до уровня, что объясняю, почему солнышко желтенькое, и почему небо кажется голубым. Ну, блин. Ну, достали троллей. Приходится тратить время на объяснение. Ну, приходится. Смотреть на экран, то становится вообще непонятно, что происходит. На экране образовалось красно-желтое пятно. Уж очень это напоминает небо и солнце. Ведь небо тоже кажется нам синим, а солнце красно-желтым. Судя по всему, аквариум с молоком – это аналог атмосферы, а фонарик – это аналог солнца. Аквариум, почему с облаком? Ну, с молоком, потому что, ну, бесцветное, либо немножко пыли разных частиц, они такие белесые. Поэтому взял молоко. Молодец. Умный мужик. Ну и вопрос, что вообще происходит и почему. Наконец, третий эксперимент. Он связан с лазером, и о нем точно слышал любой физик. Но слышать мало. Нужно увидеть и обдумать, насколько он непонятный и удивительный на первый взгляд. Возьмем обычный лазер и поставим перед ним светлый экран. Включаем лазер, и на экране появляется точка. Ну, как и следует... То же самое, что мы видим о рю. Линзы, искажающая линза, она распыляет. На свечении кажется, что вокруг солнца такое галло. Это называют почему-то галло, хало на английском. Вот так все и происходит. Плоскоземельщики этого не объясняют. Вообще никак. ...было ожидать. А теперь самое интересное. Что будет, если этим лазером светить через узкую щель? Сначала я пытался сделать щель с помощью двух бумажек, но эффект не получался. Это связано с тем, что бумага на границе не гладкая, и щель получается неоднородной. Также я пробовал использовать два ножа. В этот раз опыт получился, но было плохо видно, что вообще... Вот интерференция. Вот тот самый опыт эффект наблюдателя. К этому мы, наверное, перейдем рано или поздно. Происходит. Я знал, что лучший вариант это две бритвы. Пришлось пойти в магазин за одноразовыми бритвами. Ее нужно аккуратно разобрать и вытащить пару лезвий. Два лезвия нужно совместить друг с другом, чтобы расстояние между ними было очень маленьким. Теперь вопрос. Что произойдет с точкой на экране, если светить в эту щель? Самый логичный ответ. Точка просто станет немного бледней. И все. Но на самом деле, все намного интереснее. Вы только посмотрите на экран. Видно, что получилось больше 10 точек. И их количество растет при уменьшении щелей. Вопрос. Почему так происходит? Откуда столько точек? А теперь попробуем объяснить, почему лазерный пучок в аквариуме изгибается. В эксперименте мы сделали так, чтобы образовало... Граница сред. Даже лазер меняет. То же самое на границе сред. Происходит изменение свойств аргона, эфира и так далее. То, о чем я говорю. Поэтому он тормозится и переходит на уровни, которые могут быть воспринимаемы тонкими телами человека. Поэтому именно так работают органиты, аккумуляторы аргона, райха и так далее. На границе свет сред все меняется. Будь то вода, воздух, будь то металл, не металл, органика, металл. Не важно. На этом принципе зеркала козырева действуют. Изгибание свойств материала на границе свет. Поэтому пирамида работает и так далее. Форма имеет значение. Формой, то есть границей сред, направляют некоторые вещи. Границей сред, переходами. У вас граница двух жидкостей с немного разными коэффициентами преломления. Если луч переходит в другую среду с другим коэффициентом преломления, то и угол должен измениться. Например, если коэффициент преломления уменьшается, то угол должен увеличиться. Этот факт называется законом Снеллиуса. Он гласит, что произведение синуса угла падения на коэффициент преломления это постоянная величина. Когда луч попадает в область неоднородности коэффициента преломления, он начинает изгибаться. Если сделать много небольших границ с немного разным коэффициентом преломления, то луч будет все сильнее и сильнее изгибаться вниз. В нашем эксперименте коэффициент преломления меняется непрерывно, поэтому и луч изгибается непрерывно. Именно из-за этого явления возникают миражи. Когда мы видим дошедшие до нас лучи, мы делаем вывод, что испустивший их объект находится прямо перед нами. Но на самом деле объект может находиться... Вот то же самое. Смотрят книгу, видят фигу плоскоземельщики, смотрят на солнце. Вот тут, допустим, в Африке, а вот тут якобы замеряли, делали замерение, как тень падает. Но на самом деле свет-то вот так шел, поэтому они видят, что солнце здесь, оно на самом деле намного выше. Оно реально очень далеко. Совсем в другом месте. Переход между жидкостями очень хорошо заметен, и можно убедиться в том, что граница имеет достаточно и самый простой вопрос. Чтобы на него ответить, нужно понять, что такое рассеяние. Рассеяние — это процесс, при котором свет переизлучается на небольших частицах или неоднородностях. Например, если подействовать на электрон переменным электрическим полем, то он начнет ускоряться. Это ускорение приведет к тому, что он сам начнет излучать электрическое поле. То есть на электрон пришло внешнее электрическое поле, из-за чего он сам стал излучать электрическое поле. И это второй фактор. То есть среда насыщена некими полями. Вкладки конденсатора, минус, плюс, Земля и, скажем так, космос. И это еще одна причина, по которой другие заряженные частицы немножко иначе себя ведут. Потому что свет — это и волна, и частицы, что такое фотон — это, ну, немножко квантовая запутанность и неопределенность. Это еще один фактор, по которому мир, он квантовый, он голографичный. И все немножко не так, как нам рассказывают. Об этом тоже чуть позже сейчас поговорю. Зависит от квадрата второпроизводной дипольного момента. Нужно найти дипольный момент. Вот эти сложные формулы, они и мне мозг выносят. Но проще вот сконцентрироваться на самом явлении и понять, не вникая в циферки, просто понять суть. И тогда все будет проще. Для этого нужно понять, как движется электрон. Его движение можно описать простым дифференциальным уравнением второго порядка. В случае, когда частота колебания... Кто захочет, может вникнуть в это все, я пропущу это. И смотрим вот суть. Суть проходит мимо решетки электрона и не рассеивается. Это мы и наблюдаем в нашем эксперименте. Высокочастотный свет хорошо рассеивается на неоднородных частицах молока и дает характерный синеватый оттенок. То же самое происходит и в нашей атмосфере. Именно поэтому небо кажется нам голубым. А за экраном видим красно-желтое пятно нерассеянного света. Это та самая часть света, которая прошла через аквариум и не рассеялась на молоке. Именно поэтому, когда мы смотрим на солнце днем, оно кажется нам желтым. А если посмотреть на закат вечером, то солнце почти красное. Ведь при закате солнечный свет по касательной к земле доходит до наших глаз. И весь коротковолновый спектр рассеивается на длинном участке атмосферы. При этом остаются только самые живучие длинноволновые оттенки. То есть красно-бурые. Вот еще один яркий пример. Рассеяние в полисцирующем стекле. Оно выглядит синим со стороны, но ароматом. То же самое. Любой кристалл, увеличительное стекло. Вот он, например, работы линзы. Если кто-то не понимает из плоскоземельщиков. Поэтому плоскоземельщиков я и банил, и буду банить. Потому что это тролли нехорошие, либо просто тупые люди. Надеюсь, что все поймут и оценят. Любое вяканье о плоской земле – это сразу бан без разговоров. Надо изучать либо материалы с сайта Целинозор, либо просто включать мозг. Оранжевым на просвет. Все то же самое. Ну и, наконец, опыт с лазером. Этот эксперимент – наглядная демонстрация дифракции на щели. Понять, как именно ведет себя распространяющаяся волна, помогает принцип Гюгенса Фринеля. Он гласит, что каждая точка волнового фронта является источником распространения вторичных волн. Например, если мы наугад возьмем любую точку, лежащую на границе фронта, то она будет являться источником волны. Так, каждая точка фронта будет являться источником вторичных волн. Вот так же радиоволны распространяются, кстати. А если сделать две такие дырдочки, то вот это поле, оно будет распространяться вдоль того места, где наложение волн друг на друга и в резонансе при определенной частоте две щелевые антенны получится некое поле. Поэтому при постях звездах мы видим две щелевые антенны, в каждой много. Это не для того, чтобы стрелять. Там волновод за ними идет, я уже показывал, и две щелочки. Волны накладываются друг на друга и распределяются вдоль стен. Силовые поля как делались, скажем так. Все просто на самом деле. Все просто и объяснимо. С научной, реально научной точкой зрения. С вторичных волн, которые будут суммироваться и давать итоговый фронт распространения. В нашем эксперименте, когда расстояние между... Так, например, если две волны приходят в точку в одной фазе, то сумма будет максимальная. Если же фазы отличаются на π, то волны будут находиться в противофазе и взаимо уничтожат друг друга. Получается удивительный результат. Вроде бы в точку пришло много разных волн, но так как для каждой пришедшей волны нашлась своя волна в противофазе, они все взаимно уничтожились и в сумме дали ноль. Именно поэтому на экране мы видим не одну точку очередования светлых и темных областей. В одних областях волны занулили друг друга, а в других наоборот произошло... Вот поэтому вот тот эффект линзы... Можно сказать, что вот это линза. Поэтому очень глупо замерять расстояние до Солнца, основываясь, находясь не в космосе, а на Земле. Внутри линзы, по сути, еще одна. Кто-то здесь находится, кто-то здесь находится. Соответственно, разные картины мира абсолютно. Разное представление о Солнце будет всегда вот здесь в центре находиться для всех наблюдателей. Не вот тут вот, с левой экрана, где оно на самом деле есть, а вот тут вот в центре. Поэтому, ну, плоскоземельщики просто прогуливали школу. Точнее, школе им, ЕГЭшникам, дали, вот, как обезьянам. В нужную форму ткнуть, треугольник выбрать из вариантов, которые совпадают. Думать их отучили специально. На отучение думания господин Греф, который совсем не товарищ, тратит огромные деньги. На биометрию программы ладошки, на цифровизацию, на отучение детей коммуницировать. На взаимодействовать друг с другом, в командной работе и отучение думания. Цифровизация. Вот. Тесты А, Б, С. Вот, ткнуть. Заучил, сдал, забыл. Все. Не развивается мозг. Память и рефлексы. Это цель господина Грефа, который говорит, что если люди осознаются, научатся пользоваться мозгом своим, поймут себя, то ему пипец. Он прямо об этом сказал, об этом тоже куча есть уже роликов и цитат. Смотрим дальше. Взаимное усиление. Меня всегда поражает то, какой красивой может быть физика вкупе с математикой. Красивые эксперименты на эту тему сделали мои друзья с канала Getaclass. Обязательно зайдите и посмотрите. Ссылка будет в описании. Я очень рад, что у меня появилась такая умная аудитория. За последние пару месяцев на меня подписалось довольно-таки много человек. Это в первую очередь говорит о том, что такие... Хороший канал, рекомендую. Канал Вектазар. Еще один канал, который рекомендую. Ну вот подтверждение, кстати, его слов. То есть есть много роликов на эту тему. И вот солнце медленно идет. Оно не прямо уходит, потому что земля все-таки под наклоном вот так. И она вот так вращается. Солнышко вот тут. Соответственно, оно будет уходить не прямо, оно будет уходить, но элементарно. Представим чуть под углом, что мы и видим. Это как раз-таки доказывает шарообразную форму земли. А не вот такие вот высказывания каких-то недоучек, даже купивших дрона. Земля плоская. Ага. Камера направлена. И вот он доказывает. Что-то якобы доказывает. Его высказывания, комментарии. Не хочу даже тратить время, но... Будто солнце плавает в облаках, отдаляется от нас. Нахер оно это, блин, и делает. И вот как раз вот дифракция, вот то, о чем говорил, вот то, что парень, он в ролике. То, что ниже, уже меняет цвет. То, что выше, более белое. То, что ниже, это все прекрасно говорит о именно шарообразной форме земли, скажем так. Вот рекомендую вот этот канал. Спорим, вы не знали. Очень интересный. Про фрактальность, макромир, микромир. И про квантовое сознание. Почему я это говорю? Потому что оно влияет и на восприятие. Мир фракталя. И квантовый на самом деле. Как говорил Петр Петрович Горяев. И, соответственно, вот это восприятие. Многое зависит от восприятия. Но об этом мы немножко поговорим в другой раз. И именно вот это, этот изгиб, дает нам вот такой эффект. Ни один плоскоземельщик не объяснит вот это. Вот это. Они как бы висят. В воздухе. Вот, фотоморгана. Потому что эффект линзы может быть в одну сторону. То есть, увидеть то, что по теории шарообразной земли, говорят они, невозможно. На самом деле, это возможно. Потому что можно заглянуть именно благодаря эффекту линзы. А над водой всегда пары. То есть, всегда отличные линзы. Можно заглянуть и вниз, и вверх условно. И это говорит о том, что, ну, не плоская. На плоской земле вот такое невозможно. А если и возможно, то все-таки, опять-таки, благодаря линзу. Вот эти все плоскоземельщики, все свои доводы основывают на том, что невозможно увидеть кривизну, хотя они недостаточно высоко поднимаются. И на том, что кто-то увидел что-то так далеко за горизонтом, что, опять же, повторюсь, если бы он смотрел прямо, только прямо, тогда, да, земля плоская. Если он видит линзу, опять же, перед глазами, и линза искажает, тогда все прекрасно объяснимо. Корабли все-таки уходят за горизонт рано или поздно. Именно за горизонт уходит солнце. И оно одно, а не два, потому что на плоской земле оно бы просто отдалялось. И отдалялось бы прямо, а не под углом. И ни один плоскоземельщик не объяснит вот это. Эффект фатоморганы. То есть, мы видим изображение, но оно выше, потому что линза искажается в другую сторону. Пожалуй, на этом все достаточно. Слишком многому этому бреду я этому бреду уделил внимание. Кто хочет, опять же, ролики в помощь. Многие астрономы и просто здравоусыщие люди развеивают, разносят эту теорию плоской земли в пух и прах. Никаких доказательств этого нет. Еще раз повторю, кто-нибудь вякнет про плоскую землю, пойдет в бан. На канале Цельнозор только здравомыслящие люди. По плоской земле, ко всяким регрессолухам, Гелео плоскую землю видела. Викуся, когда еще у нее была плоскую землю, сейчас что-то изменилось, это Альфа Ментал. Есть еще ряд регрессолухов, скажем так, которые видят плоскую землю. Это говорит о качестве этих каналов. Это раз. Второе. Очень много каналов говорят все-таки про плоскую землю, включая там Сонразума и там еще ряд других каналов. Это опять же говорит об их уровне интеллекта и уровне доверия, которое может быть применительно к этим каналам информации, идущей к ним. Если они врут в малом и в одном, есть шанс, что они врут почти во всем, кроме главного. Потому что лучший способ соврать, повторюсь, это сказать почти всю правду. Ну, на этом достаточно всем добра и включая мозг и проверяя информацию. Потому что, если говорят про плоскую землю, это все можно проверить. Любую информацию на канале Цельнозор, это основной принцип вещания и моего общения с людьми, она проверяемая, доказуемая и объяснимая. Иначе нельзя. Без открытости нам никак. Достаточно на сегодня. Всем добра и помним, все только начинается.